приветствую дорогие друзья и сегодня у нас будет с вами необычный выпуск о котором я говорил не несколько ранее на канале то есть сегодня я попробую поделиться с вами рядом интересных наблюдений и статистических данных которые попадаются мне по ходу моей деятельности и если вам понравится естественно сообщите мне об этом в комментариях и тогда я попробую сделать эту рубрику относительно постоянной по мере того как у меня будет появляться материал для того чтобы заснять на эту тему ролик ну и сегодняшний ролик я разобью на 4 блока или даже на 3 собственно по их сопоставимости ну скажем так и первый блок соответственно а настоящий ли у нас рост который мы сейчас наблюдаем по индексу s&p 500 за последние недели начиная там с 21 июня мы видим что индекс s&p 500 прибавил порядка десяти процентов ну скажем так отскок дохлой кошки и настоящий ли это рост и что там зашито в этом росте в принципе это отлично перекликается с серии роликов которые вышла у нас недавно на канале первое это про мировой финансовый кризис а вторая это второй выпуск это о том что нас ждет передышка и там собственно были приведены аргументы почему это так и пока мы собственно движемся по плану во первых потому что слишком много было негатива во вторых потому что слишком большая а локация была на short индекс s&p 500 и сейчас на текущий момент мы наблюдаем следующее то есть вот первый график он нам говорит о том что самые сильно зашорчены то есть акции в которых короткий интерес был самый высокий выросли естественно сильнее на этом отскоке я грубо говоря потому что начался short squeeze причем это же говорит нам и goldman публикую себя в блумберге впервые за четыре недели в акциях сша наблюдались нет на это покупки но в основном это были покупки связаны с закрытием шартов объемы закрытия шартов 2 и 3 раза превышали настоящие покупки это был самый крупный недельный short squeeze за 8 последние месяцев то есть получается причем это перекликается также с тем что сейчас физики набрали огромное количество позиций в путь опционах и соответственно скорее всего ближайшее время падение рынка ждать не стоит но опять-таки это рост не настоящий то есть он основан не на росте спроса до том что закрывались короткие позиции и в данном случае в кстати тоже интересный график который говорит нам о том что фиолетовая линия это индекс s&p 500 а оранжевая линия это динамика даркпулов то есть что делают даркпулы то бишь умные деньги я долго искал эту статистику но наконец-то нашел и мы видим очень сильное расхождение индекс растет даркпулы сбрасывают акции то есть продолжают сбрасывать акции поэтому можно сказать что рост не настоящий а с чего бы ему быть настоящим если глобальные условия никак не поменялись и мир все равно стоит на пороге мировой рецессии как минимум это объясняется инверсии кривой доходности не только в россии но и в сша который практически еще чуть-чуть и будет достигать рекордных отметок а вот ну и как максимум давайте двинемся дальше ну и как максимум давайте посмотрим тоже на влияние инфляции то есть в номинальном выражении расходы населения в соединенных штатах выросли в долларах а в реальном выражении если сделать поправкой на инфляцию они даже сокращаются то есть люди больше тратят да это факт но меньше покупают то есть в реальном выражении их расходы они наоборот сократились и это не очень хороший признак для экономики которая построена на услугах а вот кстати тоже еще интересная картинка это касаемо рынка жилья соединенных штатов америки расходы на ипотеку выросли рекордными темпами с 2020 года то есть на текущий момент из-за роста стоимости недвижимости роста стоимости ипотечной ставки несколько раз платеж средний по ипотеке вырос с 1700 долларов до 2400 в моменте там 2500 долларов то есть люди значительно больше стали тратить на ипотеку соответственно жилье становится для них менее доступным а в свете того что они тратят больше на основные товары более того недавно акции тенте упали на огромное количество процентов из-за того что сообщили люди перестали оплачивать телефонные счета а ведь это основа основа ну как бы к мобильной связи уже все все давно как память как без мобильной связи и вот вам ответ о том как влияет инфляция и почему собственно нас ждет рецессия ведь если навернется сша то это захлестнет всех на вот и это естественно отражается на стоимости в новых но ввода нового жилья который падает уже по отношению к прошлому году на 6 процентов а также на индексе стоимости этого же самого жилья и на и чебе который с начала этого года там двадцатого года упал уже более чем на 30 процентов и это достаточно серьезный сигнал и последняя картинку последняя еще одна картинка касаемо фондового рынка очень сильно выросло количество компаний зомби которые торгуются ниже своих даже справедливых оценок то есть ну скажем так они слишком переоценены относительно того что у них есть на балансе есть инвестиции если в 2002 году 2010 это было там порядка 10 11 процентов то сейчас уже это значение переваливает за за все двенадцать ну там даже больше процентов и это нельзя упускать из виду то есть скажем так очищающий или очистительный в общем какой-нибудь душ должен пройти и кстати это перекликается с графиком вот дальше который мы видим это кредитные спреды инвестиционных бандов на реальную real estate в европе и они говорят о том что очень сильно растет риск кредитного события кредит на событие то значит дефолт вот такие вот дорогие друзья дела причем это вот если мы откроем доходности высокодоходных бандов в соединенных штатах америки там такая же история мы видим резкий рост что на текущий момент 8 и 8 процентов годовых не этого на самом деле это вообще никак не покрывает рисков и соответственно дальнейшее повышение процентов ставок естественно абсолютно спокойно может привести к существенному росту высокодоходных бандов поэтому них инвестировать не стоит сейчас я бы не рисковал ну а там смотрите сами вот двигаемся дальше то вот что касается там американского рынка и та информация которая нашел я не знаю как вы будете ее использовать и вообще в принципе не рекомендую на основе ее принимать какие-то решения мои портфели это затрагивает в меньшей степени мне вся эта информация лишь позволяет или дает почву для принятия решений с точки зрения увеличения или сокращения риска и каким образом и принятие какой тип класс активов я буду добавлять себе в портфель но ни в коем случае я не выхожу в кэш не занимаюсь маркет таймингом на основе этой всей информации причем благодаря этой истории я также понимаю решение по поводу добавлять или не добавлять хэдж в свой портфель двигаемся дальше следующая страниточка это дефляция нас всех ждет ну и дополнительные подтверждения по поводу дефляционных шоков и соответственно рецессии китайский рынок недвижимости последнее время несмотря на том что кстати посмотрите ролик как устроен фондовый рынок а это прям идеально подтверждает все эти слова я настоятельно рекомендую его пересмотреть ссылка будет в описании или в подсказке вот первый график который мы здесь видим вот он маленький говорит о том что от участники рынка начали сокращать спекулятивные свои позиции на дальнейший рост нефти то есть несмотря на то что нам с каждого угла кричат о том что нефть будет расти и расти и расти и так далее в другого пути как для роста нефти нет участники умные деньги сокращают позиции в длинные в нефти потому что все прекрасно понимают к чему это идет а к чему это идет пока неизвестно дальше вот график соотношения стоимости недвижимости динамика стоимость недвижимости и commodities в китае то черная линия это стоимость недвижимости в китае а красная это индекс commodities на мировом рынке и в принципе мы видим взаимосвязь и неудивительно потому что рынок недвижимости китая самый крупный рынок недвижимости в мире и у вас текущая оценка составляет больше 55 триллионов долларов и логично что наблюдать за судьбой этого рынка это крайне важно потому что если не причем девелоп минг в девелоп минг в китае занимает 29 процентов ввп если навернется рынок недвижимости китая будет ой как не сладко буквально недавно китайский регулятор заявил о том что принимает будет создавать фонд для поддержки рынка недвижимости это не удивительно и сейчас на текущий момент очень многое зависит от того какие решения будут приняты регуляторами и на каком уровне до насколько глубоко мы при этом тогда сможем увалиться как говорится вот но в любом случае мы видим взаимосвязь что понятное дело если рын китая загинается это будет давить и на сырьевой сектор что естественно будет приводить к падению спроса и падению цен на сырье потому что рынок недвижимости застройщики это достаточно ресурсоемкий сектор и дальше вот собственно еще один интересный график это вот динамика бандов застройщиков китая их стоимость облигаций и там все очень плохо это просто похоже на кладбище и вообще непонятно как что будет принято и какие будут действия и как вы видите непонятно откуда может прилететь откуда может прилететь из америки из европы либо из китая причем россию я намеренно сейчас не говорю потому что россия это одна из единственная страна в мире с максимальной финансовой устойчивостью в текущем в текущем момент да то есть накоплениями с отрицательным долгом и прочее и соответственно у нас получается есть три очага откуда может бабах китай европа либо азия вот причем вот дальше график это доверие потребителей в китае посмотрите это просто дно пробита и там действительно все очень не сладко кови до ограничения локдауны банковские манихинации и прочее 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 но в любом случае это не значит что в китае не стоит инвестировать потому что это первая экономика по паритету покупательской способности и последний блок из нашей сегодняшней тематики вот это сигнал рынка и статистика и первый сигнал это очень много кто опубликовал типа что управляющие нарастили долю кэша долю кэша до рекордных отметок и это типа является сигналом кому что но рядом однако вот я привожу пример тоже из twitter статистика в последний развитие чем году когда была опубликована эта информация после этого но наступило через пять месяцев и через и после 33 процентного падения момента выхода данной информации поэтому опираться на это не стоит более того я где-то еще находил статистику но она уже потерялась в потоке информации где показана средняя аллокация в акции от банков америка и там пока еще все находится на значком высоких отметках то есть там 65 процентов там 62 процента локации в акции при том что средняя отметка на у на уровне 54 процентов за всю историю а самая низкая 2008 39 процентов то есть поэтому пока еще капитуляции не было и физик обычно не сбрасывал акции поэтому говорить о том что мы там достигли дна потому что там кэш высокий ну такая себе история вот и теперь еще интересный момент непосредственно по поводу ставок процентных на данном данном случае вы на графике видите соотношение ну то есть рыжая линия это доходности десятилетних трежерис а свечной график это соотношение банковского сектора к широкому индексу с np500 логично что когда процентные ставки растут то банковский сектор чувствует себя лучше индексы с 500 то есть вот обратите внимание вот этот промежуток времени да то есть ставки ожидания рост ставки инфляции соответственно пожалуйста банки банки росли лучше чем широкий индекс однако потом что-то пошло не так и получается что косвенным сигналом рынок нам посылает как бы намек о том что как бы несмотря на то что нам с каждого угла кричат опять-таки об инфляции о росте процентных ставок умные деньги говорят совершенно о другом и я еще не видел сценариев или из в истории моментов когда процентную ставку снижали на растущем рынке я еще такого не видел то есть соответственно получается что самое жаркое мы еще не прошли причем вот у себя в телеграм-канале я также публиковал другую подобную статистику тоже коричневый график это доходности десятилетних трежерис а свечной график это соотношение медь золото и она тоже говорит о том что как бы фрс не будет долго повышать процентную ставку да и получается что рынок закладывает уже снижение процентной ставки но вопрос только насколько и теперь немножечко статистике в принципе переживать не стоит потому что в среднем после медвежьих рынков восстановление занимало 19 месяцев если только рынок не падал более чем на 30 процентов по что если падал более чем на 30 процентов то восстановление могло занять и около простите трех лет вот как раз эта табличка об этом и говорить если нужно можете поставить на паузу и рассмотрите подробнее я могу ее год увеличить в данном случае приведены месяцы когда был медвежий рынок падение и длительность восстановления ну и финальная статистика это то что почему рецессия скажем так нас ждет потому что в среднем когда была рецессия в сша она позволяла снизить инфляцию в среднем на 68 базисных пунктов то есть вот пожалуйста все предыдущие рецессии процент ну то есть количество месяцев сколько длились сколько понадобилось для снижения инфляции до двух процентов но так или иначе в среднем при рецессии все равно наступали дефляционные ожидания чтобы инфляция упала должна появиться дефляция логично вот и естественно собирая в кучу все сигналы которые у нас есть от китая америки европы вопрос просто где бабахнет именно поэтому соответственно резюмируя да то есть я не знаю как вы будете использовать статистику я просто привел то что мне было интересно и соответственно что я буду использовать для себя каким образом использовать не выходить в кэш нет ни в коем случае не угадывать не там что-то покупать это не работает я это использую лишь для того чтобы понять момент когда увеличивать риск портфеля а когда его сокращать вот сейчас я держу портфели на минимально допустимом риске согласно их горизонтом вот длинные портфели естественно 50 на короткий в зависимости от горизонта этого портфеля и вот эту статистику я использую особенно особенно вот эту информацию по поводу процентных ставок то есть сейчас я увидя эту информацию я продал путы на длинные трежерис почему бы и нет в текущих условиях да как говорится тем более что лежал кэш будут лежать трежерис на вот поэтому соответственно подводя заканчивая да то есть это был весь набор статистики которые у меня есть если вам понравилось пишите в комментариях давайте обратную связь делать ли эту рубрику постоянно или нет ну и соответственно лучшей благодарностью как я и говорил будет лайк подписка на канал ну и репост до новых встреч пока пока